Так друзья, всем привет! Сейчас взвесим ради интереса задние косты, ребра, лопатки, ошейки и всего сколько сала на одной тушке было. Вес в пределах 300 килограмм, в пределах, может 260-270 месяц. Вот так, чтобы не говорили, антисанитария, а то все важны, думаю я взвешу. Какой вес примерно был в тушке. Так, погнали! Вот берем ящик, нажимаем тару, ты-ка сюда становись. Сейчас, первые задки. Оно чуть-чуть уже сбежало. 13-301. И второй. Это две задних части, одна мякоть вырезанная, без костей, без галяшки, без ничего. Есть такое. Так. Его поставим сюда. Все. Два задочка 26-760. Самая мякоть. И также ящик у нас оттаренный, такой же. Две вырезки вместе со шейком. Две вырезки вместе со шейком. Вырезки со шейком 2560. Ну а шейки отдельно не буду, хотя они у меня отрезаны, не буду отдельно. Так. Взбиваем на нули ребра. Одни ребра. Ну на тазик грамм 300-400. Тазик легкий. Рёбер 17 килограмм. 17 килограмм одних ребрышек. Есть такое дело. Так. Две лопатки. Две лопатки сейчас отталю сначала. Молоток вот такой вот красный. И две лопатки тоже мякоть у меня вырезанная. Все. Тарну ножаны. И кладем две лопатки. Тоже без костей. Одна мякоть. Одна мякоть. 17 килограмм две лопатки. Теперь всего сало, которое идёт, ну дешёвый вариант. Без мяса. Обычное белое сало. Это чисто подчерёвина. Одна подчерёвина. Ну оно, я считаю подчерёвина, она ценнее мяса. Вот со всей туши сколько было. Обычного сала. Кладём. Со всей туши 21 килограмм белого сала. Тушка не маленькая. И подчерёвина сколько. Подчерёвина 17700. И самое основное это кабина. Она примерно тазик. Ну сейчас я скину. Тазик грамм 400. Я и так примерно знаю. 100. Ой. 14800. 14800. Если умножать на 2. Это получается 28-29. И на 2. Ну да. В районе 300 килограмм. вот так и выходит. Так. Что. Галяшки. Галяшки. Я думаю это уже смысла нету. Галяшки. Галяшки смысла нету. Всё. Буду загружать машину. Галяшки. И вот таким макарчиком начинаю грузиться. Опа. Сиденье я сложил так как свинька крупная. Опа. Так. Два задовочка. Два задовочка. Два задовочка. Две вырезочки со шейком. Ребро. Опа. галяшка еще галяшка вот друзья внутренний жир со всей туши сколько тут килограмм или полтора килограмма то есть так и получается выход мяса неплохой выход на мясо колоссальный почему потому что порода дюрок дюрок у нас мясного направления вот так он и выходит но это обрезки такое шарики края вот так получается загрузился и все и увожу оно подстывшее не спеша вот сейчас еще 8 утра нету у меня все уже загружено рукавица одна порвалась и вот так уезжаю на реализацию почему я говорю надо держать то что знаешь и понимаешь потому что допустим порода кантер тоже сало нету выход мяса высокий порода там помесь петре то же самое сало мало выход мяса высокий и так у меня любая порода я знаю какую на что рассчитывать какой выход мяса а почему я говорю дворовое я не говорю что дворовое плохие свиноватки или там свиньи они хорошие но по выходу когда уже занимаешься или сдаешь сдать во первых ты сдаешь дворовое непонятно что там уже цена меньше или вот так продаешь сам реализуешь то же самое может быть вот такое сало мяса вообще нету может быть наоборот то есть это все угадай мелодию поэтому я склоняюсь знать что у меня растет во дворе и знаю ага ту беру того или того я знаю на что мне рассчитывать я знаю что у меня сало будет небольшое все в пределах нормы и мяса хватит на реализации по деньгам вытянет больше выгодней а дворовое это я никого не хочу оскорбить это хорошие свиноватки хорошие все и поросята но по выходу угадай тут или угадаешь или не угадаешь то есть Андрей же он покупает он говорит бывает по плоду не пойми что он говорит ни мяса ни сало не мало такое бывает или сало такое мясо вообще не мало кому оно такое надо поэтому дешевле таких и берут и попробую еще сдать допустим если хороший с формами мясной кабанчик его сдать любой допустим приехал перекуп сдать без вопроса и дороже всегда накидывают если мясной если оно не пойми что то так само же по деньгам тоже не пойми что может быть и хорошо может быть и плохо я только в этом смысле что когда выращиваете и держите дома вы должны знать и понимать наперед что у вас будет на выходе а не так что сегодня у нас хороший мясной ого хорошо а с той же партии сальный и следующий сальный и следующий может быть сальный тогда уже не очень хорошо поэтому думайте сразу решайте сразу вот и так все упаковал уложил и так всему хватает места ну я когда кабасик такой 150 кг то я заднее сиденье не раскладываю а когда уже так побольше то заднее сиденье сложил и вот так получается на реализации все остывшие так что всем удачных продаж всем успешных выращиваний хороших приростов и хорошей реализации всем пока